Народ, всем привет! Сегодня у нас очередное включение салона автомобиля по пути на работу. Сегодня я тоже придумал достаточно интересную тему. Сегодня будем разговаривать про уникальный контент. Что такое уникальный контент? Как сделать так, чтобы твой ролик набрал просмотры, чтобы он выстрелил? Я это говорю не просто так, откуда-то с воздуха, а то сейчас умники начнут писать Вот, блин, у тебя там 1400 подписчиков, что ты там нам рассказываешь про ролики, которые там выстрелят. Друзья, у меня еще есть американский канал, но про него я говорить пока не буду. Он только-только начинает набирать обороты, поэтому сегодня про уникальный контент. Смотрите, что такое уникальный контент? Ну, по большому счету уникальный контент это даже черный фон, когда вы тупо вставили черный фон и написали там Подпишись, или там на английском, да, там, Субскрайб. Все, у вас уже это уникальный контент, грубо говоря, авторский. Ну, блин, такое же никто смотреть не будет. Алло. Я к чему это все размазываю? Или там, знаете, там солнце, там, или горы, там, одна фотография тупо и вообще без звука, без нихера. 15 минут пяришься на фотографию. Ладно, я там понимаю, если сделать какое-то красивое видео, там, да, в 4К, либо там вот какой-то скачать с интернета, там, 10-15 секундный видос и зациклить его, и вставить видос, там, типа, идет дождь, да, и вставить звуки грома, то есть, ну, чтобы круто было, да. Да, это я понимаю, это, блин, классно. Но когда вы вставляете фотографию с разрешением 640 на 480 в 15-минутный ролик и заливаете его в быстрый старт, блин, ну, как бы, вы же ничего не добьетесь этим. Никто не будет смотреть эти тупые ролики, которые, во-первых, с ужасным качеством, во-вторых, они без звука, и там описание какое-то тупое, там, да, просто там, взаимная подписка. Блин, нахер вы такое делаете? Такое же никто смотреть не будет. Вы платите деньги за то, чтобы YouTube продвинуться на YouTube, правильно? Чтобы развился ваш канал, чтобы он выстрелил, чтобы он набрал обороты. Нахрена тогда делать вот такие вот тупые ролики с черными экранами, с закатом солнца, там, некоторые, там, делают нарезки популярных тиктокеров и выкладывают это в интернет. Нахера это? Кому это надо? Те, кто шарят в тиктоке, те, кто там сидят, они и так знают популярных этих всех блогеров. Это никто не будет смотреть. С чем такое делать? Если у вас не хватает мозгов, что снять? Спасибо. Подружил. Если у вас не хватает мозгов, что снять? Подсказываю. Заходите на YouTube.com Там есть вкладочка «Тренды». Заходите в эту вкладочку «Тренды» и смотрите, какие сейчас ролики популярны. И снимаете то же самое. Либо заходите на канал к Владу А4. Смотрите, что он снимает. И повторяйте за ним. Снимаете то же самое, что снимает он. Только не нужно просто тупо скачать его видос и залить в YouTube. Так это не работает. Алгоритмы YouTube заметят сходство. Понимаете? Одинаковое сходство они замечают по роликам, по звукам и по продолжительности роликам. Все это суммируется. В итоге алгоритм замечает то, что вы скопировали видос. Это не авторский контент. И накладывает на вас теневой бан. После этого этот ролик, который вы загрузили и который обнаружили алгоритмы YouTube, не будет набирать просмотры. Он не будет попадать в рекомендации к другим роликам. Он не приклеится ни к одному из роликов с похожей тематикой и с похожим описанием. Чтобы алгоритмы YouTube не обнаружили. Просто снимайте свои видео. Копируйте идею. Берите идею и снимайте на свое устройство. Да, вы снимете хуже. Да, вы там снимете без спецэффектов. Но вы снимете свой авторский уникальный контент. Сделайте какую-то изюминку. 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 Сделайте какую-нибудь изюминку в вашем видео. Ну, к примеру, там, одели, там, не знаю, какие-нибудь смешные очки, смешной костюм, смешная шляпа какая-нибудь у вас на голове, чтобы привлечь зрителя, чтобы он не закрыл ваш ролик в первые 10 секунд. Нужно к чем-то привлечь. Я вот снимал предыдущие, да, свои ролики, там, интересные факты, которые я снимал, читал с листика. И многие, блин, реально начали жаловаться, типа, нахрен ты читаешь с листика, выучи, расскажи. У меня просто нет времени это выучить, понимаете? Нет времени. Я не успеваю. Поэтому я придумал кое-что другое. Чтобы вы мне перестали бомбить, перестали смотреть глазами на листик. Я кое-что придумал. И в каких-нибудь следующих роликах вы это увидите. Больше не будете мне писать. Хватит так сильно палиться. Хватит смотреть на листик. Так вот. Авторский контент. Хорошо. Если вы не хотите сами себя снимать, вот у нас там есть один персонаж в быстром старте. Его канал называется что-то Touch, Touch2Touch или Touch4Touch. Короче, чувак. Вообще не заморачивается. Вообще по хрену. Он просто берет свой телефон и начинает притрагиваться. Вообще пофигу к чему. К ручке, к двери, к стене, к машине, к потолку, к люстре, к лампе, к колесам. Он просто притрагивается к чему-то. Все. Он просто притрагивается 15 минут подряд к разным хреням. Все. Это уже авторский контент, блин. Или как в Америке, да, там есть раскрученный один канал. Чувак облизывает все. Ну вот тупо берет и все подряд начинает облизывать. Самый большой, самый большой просмотров у него набрал ролик. Там, где он облизывал то ли решетку тюрьмы, то ли решетку с напряжением, да, там языком своим проверял. Шарахнет его или нет. И это уже как бы авторский контент. Если вы не хотите снимать, если вы хотите смотреть что-то, не смотреть, а монтировать для детского контента, либо делать какие-то анимации. Окей. Сейчас очень сильно набирают просмотры... Что-то как-то близко. Набирают просмотры анимации к игре Among Us. Прям вообще нереально. Они прям взлетают в космос. Делайте такие анимации. Вы можете их даже сами не рисовать. Потому что я уверен, что большинство даже не знают, как это делается. Чтобы YouTube понял, что вы как бы не слезали этот ролик, эту анимацию. Вы просто скачиваете вот эти вот микромультики, видосы, да. Там они по 3, по 4, там по 5 минут, некоторые там по 30 секунд. Скачиваете этот ролик к себе. Загружаете его в редактор. И начинаете делать нарезку по 15 секунд. 15-секундные короткие отрывочки роликов. Склеиваете их. Таким образом, чтобы у вас получилось, ну, минимум, да, там 5 минут. Плюс. Сейчас очень много программ, которые добавляют спецэффекты. То бишь, можно сделать. Либо наложить тень какую-то. Не, ну ты вообще обалдел. Тень какую-то наложили. Плюс эффекты в PixArt, по-моему, да, программа называется PixArt. Можно ломаную программу скачать для Android. И там все премиум функции разблокированы. И там очень-очень много разных эффектов для видео. Вплоть до 3D. Что можно так обработать, чтобы у вас этот ролик был в 3D. И его можно смотреть в этих специальных очках. То есть, блин, ну, реально масса вариантов, как сделать уникальный контент. Придумайте какую-то одну тематику для своего канала. Какую-то новую. Которая сейчас набирает популярность. Которая сейчас набирает просмотры. И просто тупо бомбите ее. Не можете снимать сами. Скачали другие ролики чьи-то. И сделали небольшую нарезочку. Это уже считается авторский контент. А ну, пропустите меня. Любит, друзья. Ну пропусти, блин. Урод. Просто тупо черный экран делать. Ну, блин, ну это вообще ни о чем. Это не алло, ребят. Ну, очнитесь. Ну, это вообще, я не знаю, каким надо быть. Тугодумом, чтобы просто тупо залить на канал 15-минутный ролик с черным экраном. Вы думаете, что, ну да, ладно, наберете вы таким образом за два месяца этим 4000 часов просмотра. Ладно, вы наберете 1000 подписчиков. Но на этом все. Понимаете или нет, что на этом все. Эти ролики никто никогда не будет смотреть. Кто будет пялиться на черный экран 15 минут? С надписью подпишись. Правильно. Никто не будет пялиться на этом. На крайняк, на крайняк, если у вас появится какое-то свободное время, снимите какой-нибудь, вот как сделал я, да, снимите какой-нибудь 10-часовой ролик, как вы на что-то смотрите, 10 часов. Либо что-то делаете, 10 часов. Вот реально, не поленитесь и снимите такой видос. Зарейте его к себе на канал. Возможно, он у вас выстрелит. Я вот тоже сейчас экспериментирую. Я только позавчера зарил ролик 10-часовой к себе на канал. И вот интересно, сколько он наберет просмотров и как он будет расти, потому что этот ролик я не могу зарить. Быстрый старт, но вы сами знаете прекрасно почему. Поэтому он растет на органике. И чисто ради эксперимента я сделал такой вот видос. В общем, вот такое вот сегодня у нас получилось видео, друзья. Тоже будет сегодня видео одним дублем. Всем огромное спасибо за просмотр. Так что не копируйте, не делайте тупые видео, а снимайте свой авторский уникальный контент. Всем счастья, здоровья, не болейте, удачи. Скоро увидимся, то есть завтра. Либо с салона автомобиля, либо, возможно, и нет. Ну, не знаю. В общем, всем удачи, всем пока.